Мусорная революция в Казахстане. Свыше 200 миллиардов тенге потратят на реформы в сфере управления отходами. Впервые в стране, впервые в нашем независимом Казахстане зеленым проектом, проекты, которые связаны с экологией, выделяют такие вообще прекрасные условия. 3% кредитования. Ну, это вообще шикарные условия. Закопать дешевле? Миллионы тонн коммунальных отходов захоронили на мусорных полигонах страны. Пока пищевые отходы, мы признаем, остается проблемным. Сила вторсырья. Переработанный мусор обещают превратить в полезную продукцию. Брусчатку, мусорные баки, стеклянные тары, стрейч-пленки и даже бампера для автомобилей. Говорить о том, что будет резкий прорыв, революция в производстве товаров, народное потребление не стоит. Правительство уже утвердило механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Включая закупку мусоровозов, сортировочных линий и перерабатывающих предприятий. Включаем экологику и пытаемся оценить перспективы. В ближайшие годы Казахстан планирует построить 37 новых заводов по переработке мусора и модернизировать еще 8 существующих предприятий в этой области. Задача увеличить объем переработки мусора в стране до 1,4 миллиона тонн ежегодно. Финансирование проекта в том числе будет осуществляться по льготной ставке через Казахстанский фонд развития промышленности. Как показывает международный опыт, развитые страны возвращают в экономический оборот вторичное сырье по принципу экономики замкнутого цикла. Мы же продолжаем, говоря простыми словами, закапывать мусор в землю, а то и вовсе оставлять на поверхности. Это делает весьма неприглядной картину вокруг населенных пунктов и никак не соответствует санитарным и экологическим нормам. Практически во всех регионах Казахстана до сих пор не удалось организовать эффективный сбор и вывоз, сортировку и переработку коммунальных отходов. Повсеместно образуются несанкционированные свалки. Космический мониторинг только по 39 крупным населенным пунктам выявил в прошлом году 5,5 тысяч незаконных полигонов. 6 тысяч контейнеров есть, но сами понимаете, в связи с быстрым износом контейнеров требуется их частая замена. Но, видимо, в местном бюджете это не предусматривалось и постепенно эти контейнеры превращались, как вы говорите, в один цвет. И то же самое с мусоровозом. Но, в принципе, сейчас на данном этапе по Астане имеется в целом проблема по вывозу. Если учитывать то, что у них сейчас, по их данным, обслуживают 87 участков, 82 машины, что ли, их информация. Ну, как бы, было бы лучше, если у них спросить конкретные данные. Но город значительно вырос. И предыдущая компания, которая занимается с 2017 года, ну, как бы, их база не готова была к такому населению. Только в прошлом году в стране намусорили больше 4 миллионов тонн коммунальных отходов. Из них отсортировали и переработали всего 1 миллион. Остальной объем захоронили на полигонах. К тому же услугами по централизованному вывозу отходов в основном пользуются жители городов и крупных населенных пунктах, в которых проживает 80% всего населения страны. Стало быть, реальные цифры скопившегося мусора существенно отличаются от официальных данных. У нас всего объем образуется 4,1-4,3, допустим. Но, чтобы вы понимали, у нас 4,1 – это официальные данные, да, которые... В основном мусор собираем. Есть еще 20% населения, которые у нас не охвачены вывозом. Там учет, в принципе, и не ведется, да. И есть, ежегодно находим 5000 свалок несанкционированных. Это тоже большие объемы. Поэтому мы всегда говорим, что 4,1 – официальные данные, но это в основном отходы собираемые, да, которые... Ну, наверное, будет миллионов шесть сильные. Эксперты говорят, морфологический состав коммунальных отходов в основном состоит из полезных фракций. А именно 16% пластика, 11% отходов макулатуры, 9% стекла и 37% органических отходов. 27% прочее. Около 35-40% занимает пищевые отходы. Но если сравнивая с другими видами отходов, как пластик, стекло, бумага, пищевые отходы не имеют ценность, да, особо. Это пищевые отходы, которые уже, ну, как бы... Только есть несколько путей их переработки. Это компостирование, что, как бы, для получения удобрений, да, что не особо прибыльно для бизнеса, да. Есть другой метод, это, получается, выработка биогаза. Выработка биогаза, и мы вчера это озвучивали, то, что необходимо нам с Министерством энергетики отработать этот момент, чтобы именно переработка пищевых отходов стала инвестопровлекательной. Другими словами, задача внедрить в мусорную отрасль эффективные механизмы экономического стимулирования предприятий. Например, финансировать проекты по переработке и сортировке коммунальных отходов по льготной ставке на 15 лет. Говорить о том, что будет резкий прорыв, революция в производстве товаров, народного потребления не стоит. Это первое, это второе, потому что это бизнес, бизнес должен почувствовать меры поддержки. Он должен увидеть, что меры поддержки, они не одномоментные, что они системные, постоянные, чтобы бизнес уже затем принимал решения по расширению ассортимента и мощности производства. То есть, если он видит, серия достаточно, кредиты дешевые, почему бы не купить новое оборудование и не производить нового вида товаров, ввиду того, что идут хорошие условия, созданные для производства и развития. Мощности по переработке основных видов отходов, таких как стекло, пластик и макулатура, явно не хватает. Чтобы наладить производство готовой продукции, необходимо обеспечить высококачественное вторичное сырье. Несмотря на то, что поручение звучит наладить переработку, но мы все прекрасно знаем, что для повышения уровня переработки нам необходимо начинать все со сбора. Сбор, сортировка, переработка – вот эти три технологические цепочки мы должны обратить особое внимание. Вчера наш министр докладывался о том, что 94 проекта отобрали на сумму 232 миллиарда тенге, из них порядка 46 миллиардов – это частные инвестиции. Из 94 проектов у нас 28, то есть треть у нас направлены на сбор. То есть без отлаженной системы сбора, транспортировки и тщательной сортировки отходов что-либо производить не получится. Создание системы раздельного сбора. То есть мы, как предприятие, должны помогать обществу, населению создавать условия для того, чтобы перерабатывать, собирались обходы, чтобы они не вывозились на полигоны. Это очень важно, чтобы сырье не вывозилось на полигоны, чтобы, если есть возможность, его доставать и собирать именно у источников образования. Это школы, магазины, жилые дома и так далее. Пока отобрали 94 проекта, готовых перерабатывать и выпускать товары народного потребления. Ассортимент обширный, начиная от строя материалов, заканчивая запчастями для авто. Основной упор мы делали на получение продукции. По предварительным данным, то есть у нас будет выпуск товаров народного потребления, плюс брусчатки, люки, мусорные баги, стеклотара будет, потому что у нас предусматривается проект по переработке стеклобоя с выпуском стеклянной тары. В Кузлодинской области проект имеется. Стрейч-пленки. В одном проекте предусматривается переработка пластика с выпуском бамперов для авто и так далее. По мнению специалистов, сырья хватит всем новым предприятиям. В этом поможет перезапущенная в феврале программа «Эко-Колдау». Поставщикам сырья выделят 7,6 миллиардов тенге. Около двух лет мы законодательные изменения вводили, потом пересматривали ставки и так далее. Во-первых, еще плюс передача роп шла. Все законодательные изменения у нас завершились. 5 февраля возобновилась, втупилась сила, возобновилась. В этом плане теперь сборщики и переработчики, можно сказать, успокоились. Сейчас важно не только инвестировать в сбор, сортировку и переработку отходов. Необходимо подключать граждан к этой накопительной проблеме. Учить культуре управления отходами. Ведь, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Включайте экологику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова